всем привет сами кирилла вы на канале кирилл гей мы сегодня мы играем в крималочку на сервис холиплей первый сервер у них здесь кирилл бутбул не забывайте вводить по них при регистрации итак пацаны сегодня будет новый дось очень даже важный поэтому обязательно посмотрите это видео от начала и до конца также в описании будет голосование что за голосование я расскажу чуть позже думаю для начала я расскажу вообще чем суть этого видео на днях мне в голову пришла очень хорошая идея для улучшения мазинга и сейчас я в принципе вам этой идеи расскажу так начнем с того что самое популярное на все серверах да и вообще на всех проектов к рмп конечно же пацаны это машины машины это самая популярная тема на всех проектов рмп машины есть практически у всех ну не считая в принципе рыжиков которые только начали играть на проекте я думаю я не один такой кто любит зайти на сервер включить музыку и покататься на своей машине но особо нормально нигде не поедешь в южном особо не покатайся потому что много светофоров и людей батырева само по себе маленькая и там подвисает арзамасе также много светофоров и бывает много людей можно погонять по трассе южный арзамас скажите вы но не все так просто по этой трассе на обочине много деревьев и очень большой поток машин особенно постоянно работают дальнобойщики также есть разные кпп лежащие полицейские радары и много поворотов но все-таки хочется понять на хорошей и длинной дороге но по сути таких мест вообще нету разве что вот эта прямая из бусаева но она все равно бугристая и на ней особо толком не погоняешь но все-таки я придумал хорошее интересное решение думаю как вы знаете скоро город режим просто напросто снесут из-за того что я нету людей и смысла от него нет но здесь есть очень длинная хорошая прямая поэтому это отличный вариант где можно погонять тоже все-таки я предлагаю сделать сейчас расскажу вам я думаю вы знаете есть специальный мост который ведет от анашана в город арзамас вот в принципе он к чему я клоню что на мазинге всегда были мосты именно и в арзамас именно были все мосты подвесные обычно трассы никогда не было именно что я предлагаю просто соединить два моста с вот этой длинной трассы и получится довольно таки хорошая дорога то есть будет идти этот мост со стороны анашана и потом будет спускаться на землю то есть на эту длинную трассу и также со второй стороной моста просто протянуть мост оттуда получается вот до сюда хотя бы то есть соединить два моста длинной трассы и так я специально зашел на другой серп потому что здесь есть подобный мост который я вам объяснял и сейчас вам на примере покажу как он может выглядеть если что это не реклама на каком сервере я это смотрел я говорить буду и 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 Продолжение следует... Думаю, хоть немного, но вы поняли. Но это еще не все. Для чего вообще нужна будет эта дорога? Чтобы игроки могли гоняться между собой. Давайте я вам расскажу небольшую историю. Примерно 2 дня назад я играл ночью и катался просто в области. И проезжал 8 бит, там чувак кричит, давайте гонку на деньги. Он был тоже на М5, я согласился. И мы устроили гонку от Моста Южного до порта дальнобойщиков. Ставка была 50 тысяч, мы в принципе стартанули, я доехал первый. И мне очень понравилось, что этот человек очень честный. Он передал мне эти деньги за то, что я выиграл у него. Мне это очень понравилось, потому что я редко с кем-то гоняюсь. А вот если бы сделать эту дорогу специально для гонок, это было бы очень круто. Много бы людей приезжало и люди между собой бы гоняли. Давайте на секундочку представим, что в режиме убрали все, кроме этой дороги. Вот на этом месте можно было бы оставить кафе Кернис. Ну типа Керниса, чтобы люди могли здесь питаться просто. Ну и понятное дело, чтобы это кафе не было бизнесом. Я думаю в этом не будет ничего сложного, просто взять текстуру кафе Керниса, которая возле Батырева и перенести его вот сюда. Ну или немножко переделать, чтобы он отличался от того. А вот здесь можно было бы просто поставить светофор, чтобы игроки могли как-то ориентироваться по старту. Ну а с этой стороны поставить вот такое вот здание. Для чего? Сейчас я вам объясню. Вот в принципе это здание. Почему именно это здание? Сейчас объясню. Во-первых, здесь есть хорошая парковка, где все смогут поставить свои машины. Ну парковка-то понятно, а вот здание зачем? Сейчас объясню. Смотрите. Просто забегаем сюда и что здесь можно сделать? Вот здесь можно сделать чекпоинт, где будет топ. Топ чего? Ну например, кто быстрее проехал эту трассу, кто больше всего проездил гонок, кто больше всего выиграл гонок и так далее. Я думаю это будет круто. Вот типа вот такого топа есть. Есть же топ лидеров, семьи там и так далее. Просто сделать топ гонщиков, чтобы система засчитывала гонки. Каким образом? Как я думаю вы понимаете, на этой трассе будут гонки. И не только гонщики будут там гонять. То есть обычно реки тоже будут там ездить и мешать. И поэтому я тоже придумал этому решение. Например, можно вот сюда поставить чекпоинт, и здесь будут регистрации на гонки. В гонках могут участвовать только два игрока. Можно сделать такую тему, как создание гонки. То есть какой-то игрок подходит и сдает гонку на какую-то определенную сумму. Там от 1000 до 50 тысяч максимум. К примеру просто. Он поставил эту как бы сумму и ждет, пока кто-то с ним захочет погонять. То есть человек заходит, открывает список гонок и выбирает, кем он лично хочет погоняться. Либо сделать рандомную систему. То есть вырегистрируетесь и вам рандомно выбирается игрок, с каким вы поедете. Но это на самом деле будет довольно-таки трудно. Вот насчет регистрации, я думаю это будет круто. Каким образом будет сама гонка происходить, чтобы никому не мешать? Вырегистрируетесь, вам даются 60 секунд. Вы бежите и садите в свою машину. Вы просто садитесь в машину и ждете начала гонки. Если вы не успеете сесть в машину, то гонка сменится автоматически. То есть вас выбросит из списка. Каким образом гонщики никому не будут мешать? Просто вы садитесь в свою машину и система вас перемещает в параллельный мир. То есть вы там будете только вдвоем гоняться. Вы тпхаетесь на старт, вас фризит, дается старт. 5, 4, 3, 2, 1 и поехали. И потом в конце, когда вы финишируете, вас просто спавнит там в каком-то месте. Ну допустим там вот здесь, чтобы вы никому не мешали. Думаю многие скажут, да ну это будет неинтересно, если будет бэхо с бэхо гоняться. Например, бэхо всех выиграет. Нет, можно сделать знаете как? Два расстояния. Это 402 метра и 1 километр. Когда игроку будут создавать заявку, он будет выбирать. Либо 1 километр едут они, либо 402 метра. То есть если вы едете 402 метра, бэхо с места очень медленно ездит. Из-за того, что она тяжелая. А вы допустим там на Мерседесе, вы просто выиграете, понимаете? Ну можно идти компромиссы, но пока что можно так, типа сделать расстояние 1 километр и 402 метра. Я думаю это будет довольно-таки прикольно. По сути, все о чем я рассказал, можно сделать буквально за неделю. Потому что поздного ничего нет. Что нужно сделать? Во-первых, убрать просто полностью ржевск. Убрать все деревья, чтобы никого не лагало и не проседал фпс. Второе, это добавить с этих двух сторон тоже вот такие вот отбойники. Чтобы гонщики не вылетали там, например, в поле. С этой стороны просто поставить кафе и покерниса. Ну а с этой стороны поставить здание с парковкой. Ну и самое трудное, это написать скрип для гонок. То есть регистрация, топ и так далее. Вот это будет самое сложное, с нуля написать такой скрип. Но на Мазинке как бы вроде бы как маппер и скриптер хорошие. Поэтому я думаю, нелегко с этим справиться. Но теперь самое важное. Да, я снял и выложил это видео. Возможно здесь наберется 500 просмотров, 1000 просмотров, 2000 просмотров. Но все равно руководство меня не послушает. Поэтому нужна именно ваша помощь. Не только моих подписчиков, но и всех игроков Амазинка. Потому что если я сам предложу это руководству, они меня не послушают. Потому что ну кто я? Я обычный ютубер просто. Ну а вы, пацаны, игроки Амазинка, вы реальная сила. Вы все решаете. Если вы очень хорошо распространите это видео, будете кидать его в свободу. Кидать его Ивану Рыжику, Ивану Наумову, Федичу. Чтобы они это добавили. То есть шанс, что все-таки все, что я сегодня вам рассказал в видео, добавят. И мы будем кайфовать, гонять и тусоваться здесь. Да, это не пиздец какое-то нововление. Оно не вернет атмосферу, но оно образует новую атмосферу. Я думаю это тоже довольно-таки круто. Просто реально на Амазинке нет такого движа с машинами. Да, есть тюнинг, там винилы. Ну это тоже самое в принципе там. Чипы и так далее. Это есть, не спорю. Да, это круто. Но погонять, блин, негде. Серьезно, ну негде погонять. Нормально. Так здесь будет постоянно собираться тусовка на машинах. И будет, смотри, там у кого что, у кого какая машина. Будут гонять на деньги, поднимать деньги, сливать деньги. Будет очень круто, я думаю. Да, вы скажете, машины можно поспорить и на 8 бит. Или на Ношане. Но на 8 бит или на Ношане там просто тачки продают. Там не гоняются, блин. Потому что негде гоняться. У нас на Амазине такого нет уж. Типа, вот давай погоняемся. Потому что особо негде гонять. По дороге Арзамас, точнее Южный Арзамас, там можно легко разъебаться. Поэтому особо никто там не гоняет. Итог такой, пацаны. Что все именно в ваших силах. Если у вас получится. Если вам это захочется. Если вы будете активно распространять это видео. Оно дойдет до руководства. Кстати, будет голосование в описании. Обязательно голосуйте. Что за голосование? Там будет 2 ответа. Да, я хочу, чтобы это добавили. И нет, я не хочу, чтобы это было. Обязательно голосуйте. Через неделю мы посмотрим, сколько людей все-таки хотят. И если там будет много людей. Там хотя бы там 1000 голосов. 2000, то я постараюсь это скинуть руководству. И возможно, это хоть как-то поможет. Но вы ставьте лайки обязательно. Распространяйте это видео. Кидайте его друзьям. Ваботку, Федичу, Ивану Рыжику, Наумову и так далее. Чтобы они это увидели. И возможно, они все-таки это добавят. Все зависит, пацаны, только от вас. Я это придумал. Я вам все подробно рассказал. Теперь дело за вами. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok